Приветствую вас, любитель вкусного и интересного. Рад видеть на канале Доброслав 13. Сегодня у нас алкогольная тема. Тема баночек, бутылочек, вкусных, интересных, необычных напитков. Тема для взрослых. Проводил я у себя в кулинарной лаборатории ревизию. Сейчас новый ягодный сезон начинается, период новых настоек, новых классных напитков. И время посмотреть, что как осталось у меня в запасниках. И достаточно много осталось с последних лет разных бутылок 3-4 летней давности настоек. Причем где-то вот там не полная бутылка, как вот здесь, да. Где-то бутылка, где уже начал выпадать такой, ну не осадок, а стала густеть она. Какие-то настойки, как вот в этой банке смесь ягод различных. Осталось отдыхать, и я думал, что время ей поможет. А, время ей не помогло, и она, ну вроде ягодная, вроде как бы ничего, но какая-то скучная и унылая. Есть настойки с экспериментом, которым я тоже давал отдыхать там 3, 6, 9, 12 месяцев. Смотрел, наблюдал, как у них меняется вкус. Но со временем большинство ягодных настоек там через 1,5-2 года начинает достаточно сильно деградировать. С моей точки зрения. И в плане густоты, и в плане вкуса ароматики, они уже не такие яркие, как первые там 6, 9, 12 месяцев. Поэтому я все это дело собрал, и по моим прикидкам у меня, наверное, литров под 10 такого добра сейчас получится. Крепость у данных настоек абсолютно разная. Какие-то настойки есть там около 30% алкоголя, какие-то 20%, какие-то под 40% ротафии я делал. Но мне это не принципиально. Я хочу, во-первых, не потерять сырье, не потерять продукт, а как-то его утилизировать, использовать для себя. Поэтому я хочу сделать ароматную водку, моцерат, как ни назовите это все дело. То есть забрать алкогольную основу из этих всех настоек, сделать продукт прозрачный, питейный, с приятным фруктовым привкусом. Это будет продукт как для употребления в чистом виде, а возможно он будет использован как основа, как сырье для изготовления новых настойок в этом сезоне. Сегодня буду я работать на самогонном аппарате Вейн Практик. Об данном самогонном аппарате от компании Ханки я уже рассказывал у себя на канале, делал полный обзор. Кому будет интересно, зайдете, посмотрите, поглядите на него. Это недорогой самогонный аппарат с колонной на 2 дюйма в бюджете до 20 тысяч вот на лето 2024 года. При этом в комплекте у него есть там и спиртомеры, и сразу СПН-ка идет, все что нужно, там все шланги, все-все-все, все есть для подключения. Можно сразу доставать из коробки и работать, не докупая ничего дополнительного. Чтобы сделать такую вот водочку ароматную, я сейчас, соответственно, все это дело солью в куб перегонный. Может быть, даже, наверное, немного разбавлю водой, чтобы ориентировочно, по прикидкам, получилось градусов 20, наверное, у меня здесь содержимое в кубе. И буду перегонять в следующие конструкции. Это обычный прямоток, так же, как мы собираем аппарат под первый перегон. Угол поворот, холодильник, собственно, все, что нам нужно. Подключение воды снизу, выход воды холодной сверху. И все, все элементарно, просто. Отбирать в данном случае я буду... Ну, сейчас покажу, как это будет собрано выглядеть, что к чему как. Сначала отберу первые 50 мл покапельно, такими быстрыми-быстрыми капельками, так скажем, головы. Да, ну, считается, с одной стороны, что голов вроде как бы нет, потому что в данных настойках я использовал ректификат. Но и вторичные головы все равно появляются, все равно образуются какие-то гадости, могли сформироваться, образоваться при кипении настойки, да. Поэтому лишним 50-70 грамм отобрать не будет. Ничего страшного нет. Отобрали, ароматику пощупали. И дальше под стил, прямоток отбираем. Я в данном случае предпочитаю отбирать до 40 градусов, 40% алкоголя в приемной емкости, то есть средний объем, доводить до питейной крепости. Мне такие вот варианты в мацератах вполне себе устраивают, мне не нравятся. Хотя есть подход, когда люди там, например, до 70, кто-то до 65% в струе отбирает, а дальше уже вот эту вот ароматную водичку, которая разбавляет наш спирт, не отбирают, а разбавляют просто водой. Здесь два подхода. И я думаю, сейчас мои друзья-самогонщики напишут в комментариях, как делают они и по какой причине выбирают тот или иной способ. При вот мацерации, при получении таких ароматных водок, прозрачных, но ароматных, отбирать до питейной крепости из куба, либо отбирать, там, например, до 70%, а потом уже разбавлять до питейной крепости. У кого какие мнения, у кого какие взгляды на данный вопрос. Ну а начинающие самогонщики перейдут и почитают, почему, что, к чему и как. Если кого-то заинтересовал данный самогонный аппарат Vain Practic, как всегда, в описании ролика оставлю ссылку на этот самогонный аппарат. Также в описании ролика и в первом закрепленном комментарии оставлю промокод, который даст вам скидку, как на данный самогонный аппарат, так и на любые покупки в сетях магазинов Коба и Русская Дымка. А скидки всегда приятны. Так что, друзья мои, переходите, смотрите, выбирайте, пользуйтесь. Всем добра. Ну а я пошел заполнять куб и будем начинать гнать. Дегустация в конце ролика, конечно же, будет. Расскажу, что к чему и как получилось. Может получиться какая-то гадость. Хотя раньше я это делал аналогичные процедуры и получалось очень-очень хорошо. Что потом все это в белом виде выпивал с превеликим удовольствием. Такая вот ягодная ароматная водочка. О, класс. Что будет в этом году? Скоро узнаем. Все остатки, которые собрал я у себя в кулинарной лаборатории, залил я в куб самогонный аппарат Vain Practic. Сборка, как я вам и говорил, угол поворот и холодильник. Подключаю холодную воду с нижней точки холодильника, выход, соответственно, с верхней точки холодильника. То есть холодная вода идет навстречу потокам спиртовых паров. Поставил приемную емкость. В данном случае это у меня будет на первом этапе просто мерный цилиндр. Отберу я, наверное, где-то все-таки 50 приблизительно миллилитров. И этого будет вполне, я думаю, достаточно. А дальше уже поставлю большую приемную емкость и буду отбирать основное тело. Видите, здесь у меня как раз вот после помывки куча всяких бутылочек, графинчиков, которые освободились под новый сезон. Работать я буду на индукционной плитке разгоняться на 3,5 киловаттах. Как выйду на рабочий режим, там, грубо говоря, дойду градусов до 70 в кубе, включаю воду. После этого уменьшаю нагрев до 1,5 киловатт обычно. И уже на этом режиме произвожу отбор тела. Производить отбор тела, как и говорил, я буду до 40 процентов алкоголя в приемной емкости. Ну, мне как бы вот так удобнее, мне так проще. И результат мне такой нравится. Итак, поехали. Включаем плитку индукционную. Увеличиваю до 3,5 киловатт. А сами пока можем проверить холодную воду. Что нигде ничего не течет. Все хорошо. Все сухо, все нормально. Поток воды, видите, такой мощный. Холодная вода проверена. Не забывайте проверять. И, соответственно, на всякий случай тоже клапан, что все установлено, что термометр стоит. Нигде у нас в кубе отверстий нет. И смотрите, друзья мои, пока куб разогревается, ароматизация вообще напитков может происходить двумя методами. Один, как в нашем случае сегодня, то есть происходила настойка на ягодах алкогольной основы. И потом мы ее перегоняем в белую ароматную водку. А, соответственно, второй вариант, это джин-корзина. В ВН Практике тоже есть джин-корзина. Засыпаем сюда какие-то ароматные травки, либо ягоды сухие. Ставим. Закрываем байонетную крышку и осуществляем перегон. Пары алкоголя поднимаются, проходят сквозь, соответственно, ароматное сырье. Обогащаются вот этой вкусоароматикой различной. И у нас получается ароматный спирт в итоге. Собственно, как-то так. Но сегодня мы работаем на настойке, поэтому джин-корзину я просто-напросто убираю. И легким движением байонетную крышку закрываю. В кубе уже 75 градусов почти, там 74,5. Воду я холодную включил. Все, льется вода. Холодильничек работает, охлаждается. И сейчас пойдут первые капельки, которые я отберу как голова. Мощность в данный момент я ушел вот на 1400. Не буду спешить, головешки отберу. Никуда тут какого-то критически большого времени я на этом не потеряю. И важный момент, друзья, мои начинающие винокуры, домашние самогонщики. Кто будет делать аналогичные вещи? Либо просто моцерат изначально запланированный, либо, как я сегодня, моцерат, ароматную водочку из остатков настоек. Критически важно, все оборудование внутри, все-все-все-все-все должно быть. Куб, все узлы, переходники, все должно быть очень-очень хорошо вымото. Никаких запахов быть не должно. Но будут запахи, вы, соответственно, можете испортить напиток. Поэтому внимательно к этому делу относитесь. Хорошо, любыми моющими средствами вымойте все оборудование перед вот так какого образа перегоном. Вот и пошли первые-первые капельки. Такие быстрые-быстрые капли, срывающиеся в струю. То есть я тут покапельно не вижу смысла делать отбор голов. 50 миллилитров со своих 10 литров, соответственно, настоек я отберу. И уже буду переходить к отбору тела. Отобрал я 70 миллилитров головешек, вторичных голов. И понюхал, потер, попробовал дистиллять, какой сейчас у нас идет из самогонного аппарата. Мне ароматика понравилась. Легкая, фруктовая, никакой гадости из лишних таких посторонок я не чувствую. Значит, перехожу к отбору тела. Установил мощность я 1700 ватт. И, собственно, не знаю, насколько здесь будет видно, не видно. Вот такая вот, видите, достаточно бодрая-бодрая струечка сейчас у меня идет на отбор. Вода, охлаждение включено. Льется водичка. Все здесь нормально. В кубе 85 градусов. Ну что ж, и теперь сейчас у меня наберется сюда в приемную емкость. Я запущу спиртомер и буду отбирать до тех пор, пока у меня не будет, соответственно, в приемной емкости 40% алкоголя. Ибо я фактически не знаю даже, сколько у меня здесь должно получиться алкоголь. Вот 10 литров настоек, но настойки все разные. Где-то 40, где-то 45%, где-то 20%. Посмотрим, сколько добуду я из этого дела алкоголя ароматного. И насколько он будет вообще употребим. Закончил я с перегоном, друзья мои. Отдохнул у меня дистиллятик. Здесь, наверное, с недельку приблизительно. По итогу получилось 3-3 литра. 7 литров 42% дистиллята. У меня получилось из 10 литров разношерстных настоек. Плюс я развел себе, чуть-чуть понизил крепость до 38% для дегустации. Вот такие вот фруктовые какие-то вещи, ягодные вещи в плане дистиллятов я люблю крепостью чуть ниже 40%. Но это мое восприятие. А здесь я как бы по, соответственно, спиртомеру на 40% остановился. Уже мне нужно было бежать и не сообразил сразу. Не скорректировал на, соответственно, температуру спирта на тот момент. Погрешность не ввел. И получилось у меня 42%. Ну, ничего страшного, как бы оставляю 42%. Если буду пить в белом виде, по желанию могу разбавить вот до 38%, как мне хочется. После разбавления там 2-3 дня обязательно всегда даю отдохнуть. Кто-то, может быть, из друзей захочет, предпочитет. Есть у меня такие, кто любит покрепче, чем 40. Там им 42, 43 и даже 45 нравится больше. Но я думаю, что часть еще уйдет на эксперименты, на какие-то настойки. Такие фруктово-ягодные, где нужно еще дополнительно будет усилить вкус фруктовой ягодности. Так скажем. И мой совет вам, вот в данном случае не используйте травяные настойки. Если, например, перегонять травяные настойки, ну и использовать только травяные настойки. Ягодные там, фруктовые, только ягодные фруктовые. В каком плане? Если, допустим, вот здесь вот будет какие-нибудь яркие травки, типа аниса, бадьяна и вот прочих-прочих таких очень-очень сильно пахнущих вещей. Например, если вы возьмете какую-то неудавшуюся перцовку сюда, то перец ярко забьет тонкий, деликатный вкус, аромат фруктов и ягод. С бадьяном анисом там еще хуже все это дело будет обстоять. То есть они будут, даже в небольших количествах имеющиеся, они будут доминировать. Здесь же получился у нас легкий фруктовый аромат. И вот что-то конкретное, одно из фруктов, я здесь не могу вычленить. Это вот такой вот, знаете, получился очень-очень приятный ассорти. Никаких вот посторонних, как говорят, что вот бывает там, как вареные мокрые тряпки, когда перегоняют, делают моцераты. Нет, здесь вот ничего нет. Слегка сладковатый аромат и ягодного, вот ягодного многообразия. И чуть-чуть вот выбивается, где-то уже там-там-там корица. Видимо, у меня в каких-то вот из банок, в каких-то экспериментах было что-то настойное на корице. Явно этого на 10 литров было, ну не более литра. И все равно вот корица где-то там очень так вот показывает себя, что она есть. Но она здесь вполне себе уместна. Я думаю, что этот эксперимент можно признать удачным. Так что, друзья мои, эту рюмку поднимаю за вас и за удачные эксперименты. Чтобы ваши эксперименты и опыты всегда были удачными. Будьте здоровы! Ва! Прям! Хорошо! Ягодно приятненько. Не резко, не мощно, а вот очень-очень деликатненько. То есть рюмочку-другую такого с друзьями пропустить будет очень и очень хорошо. Все лучше, чем не пойми, что делать с не самыми лучшими или с долго-долго стоявшими настойками. А здесь, ну, 7 литров 42% алкоголя. Оно вполне себе приятно. Лишним точно не будет. Если же есть какие-то сверхсильные ароматы, очень неудачные настойки, которые явно прям совсем ни в каком виде, не то, что в нюансах вам не нравятся, а вообще не нравятся. То здесь путь один, точнее пути два. Либо утилизация, все это выливаем и выбрасываем. Либо путь второй. Это ректификация. Перегоняем на спирт 96,6%. И там уже, кроме спирта, никаких ни вкусов, ни ароматов, ничего не останется. И у меня был план какой, что если бы в итоге мне не понравился результат, я при следующей ректификации все бы это дело просто перегнал на спирт-ректификат. Но получилось хорошо, годно. Так что, друзья мои, не спешите избавляться от ваших неудачных экспериментов, от настойок, которые стоят долгие годы. И можно найти очень хорошее применение и получить действительно классный, вкусный, ароматный продукт. Всем добра, пока-пока, скоро увидимся.